МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите время новостей на МТВ в студии Анны Корхова. В эти минуты обеспечивается подвоз воды в медицинские учреждения Ворошиловского и Советского районов. Соответствующее поручение дал глава Волгограда Владимир Марченко на заседание оперативного штаба. Напомним, оба района сегодня остались без горячего и холодного водоснабжения из-за аварии на канализационном коллекторе. Коммунальные службы среагировали незамедлительно. Хронологию ЧП и устранение его последствий восстановила моя коллега Инна Емельянова. Причиной такого водопада стал обвал в сквере Пахмутовой. Специалисты делают все возможное, чтобы устранить аварию. Вода стекает вниз по склону и доходит до нулевой продольной. ЧП произошло минувшей ночью. Обрушился свод бетонного канала, по которому проходил канализационный коллектор. И коллектор, и сам бетонный канал были проложены более 50 лет назад. В результате обвала повреждена одна из двух нитей трубопровода диаметром 1200 мм. Вторая нить остается в работе. Для ликвидации коммунальной аварии на место оперативно выехали специалисты концессии водоснабжения. Приступить к ремонту без отключения воды оказалось невозможно. Коллектор принимает слишком много стоков. В результате данного обрушения произошел размыв грунта и засорение канализационного коллектора. В связи с чем происходит излив сточных вод на поверхность. Пришлось отключить подачу холодного водоснабжения в Ворошиловском и советских районах города Волгограда. Сегодня утром на месте восстановительных работ на поврежденном коллекторе заседание оперативного штаба с участием вице-мэров и руководителей профильных подразделений провел глава Волгограда Владимир Марченко. Он поручил в кратчайшие сроки обеспечить доставку воды в медицинские учреждения со стационарным пребыванием людей, а также оперативно проработать возможность подвоза технической воды в жилые массивы Ворошиловского и Советского районов. Для этого в том числе будет задействована и спецтехника муниципальных предприятий. Сейчас нужно продумать и обеспечить автоцистерны, все емкости, которые у нас пригодны для подачи питьевой воды. Главам районов поручение тогда схему подвоза воды, где куда, чтобы люди знали, где можно набрать воды для вот этих экстренных случаев. Сколько мы сможем сейчас поставить машин автоцистерны? Сейчас готовы 9. В связи с тем, что у нас уже часть нашей были переобуты, сейчас быстренько обратно ставим цистерны. Я думаю, что в течение дня 15-17 водовозок у нас будет готово. Да, давайте наращиваем до 30. Также Владимир Марченко поручил организовать откачку воды с проезжей части нулевой продольной магистрали, чтобы автотранспорт на этом участке мог передвигаться беспрепятственно. Аварийно-восстановительные бригады ресурсоснабжающей компании работают беспрерывно. Как сообщили в концессиях водоснабжения, у специалистов есть все необходимые материалы и спецтехника для ликвидации последствий ЧП. В 13.00 состоялось второе заседание оперативного штаба. Обсуждались вопросы подвоза воды к социальным учреждениям и жилому фонду. Главе Волгограда доложили о ходе выполнения поставленных им задач. На период проведения работы организован подвоз воды. В целом задействовано около 30 единиц. В первую очередь подвоз воды осуществляется к объектам здравоохранения. В дальнейшем транспортные средства будут перераспределены в жилой фонд. Ситуация находится на контроле. Оперативный штаб продолжает работу для координации взаимодействия работы всех служб в решении поставленных задач. Телеканал МТВ следит за развитием событий. Инна Емельянова, Дмитрий Макаров. Время новостей. Мобилизованным волгоградцам показали, как стрелять из неудобных положений, а также вносить поправки в стрельбу в зависимости от погоды. Под Волгоградом продолжается интенсивная боевая подготовка с военнослужащими, призванными в рамках частичной мобилизации. Подготовка ведется под руководством опытных офицеров-инструкторов. Военнослужащие выполнили контрольные стрельбы из автомата Калашникова с места, а также в составе подразделения под вишущимся мишенем на расстоянии до 600 метров. Каждого мобилизованного обучили правильно прицеливаться из автомата, вести огонь одиночными выстрелами или очередью, в том числе из неудобных положений, вносить поправки в стрельбу в зависимости от погоды. Для проведения огневой подготовки с подразделениями создана уникальная мишенная обстановка и система объективного контроля. Она позволяет в короткие сроки оценить обучаемого и внести коррективы в план его индивидуальной выучки. Современные мишенные комплексы имитируют широкий спектр объектов условного противника. От живой силы добронированной техники есть летящие и движущиеся мишени, а также светящиеся для проведения боевой подготовки в темное время суток. Четыре города Волгоградской области прошли региональный отбор для участия в седьмом всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На поддержку федерального центра рассчитывают Камышин, Фролова, Суровикино и Новоанненский. Накануне состоялась очная защита концепции преображения важных общественных территорий. В этом году средний размер грант увеличен на 30% и составит от 60 до 100 миллионов рублей. Расширены критерии отбора. Теперь на федеральную поддержку могут претендовать и города с населением от сотни до 200 тысяч человек. Благодаря нововведению в конкурсе участвует Камышин. На грантовые средства Камышани планируют восстановить и превратить в территорию здоровья парк текстильщиков. Очень много жителей, которые помнят этот парк и, конечно же, хотелось бы им вдохнуть новую жизнь. Там будут различные спортивные площадки. Это площадки по пляжному футболу, пляжному волейболу, дорожки для велодорожки. Среди победителей регионального отбора и Фролова, ставший в 2019 году лидером всероссийского конкурса. На выгорные средства в городе привели в порядок привокзальную площадь. Сегодня фроловчане планируют продолжить проект благоустройства исторического центра. Для горожан этот проект особенный. Развитие города началось 150 лет назад, именно с развития железной дороги. И тогда же в городе появился парк железнодорожников. Сегодня фроловчане хотят восстановить досуговый центр и привлечь для этого средства из федерального бюджета. Это исторические здания. Им по 60, по 100 лет. Это сам железнодорожный клуб. Башня железнодорожная, она очень оригинальна, она очень с историческим названием. Естественно, там будет ротонда, это будет и отдых для взрослых, и для молодежи. Это вело, триал. 11 спортивных площадок – это экстремальных видов спорта. И также открытая площадка – это по боям без правил. Победители финала национального конкурса определят 26 декабря. С 2014 года в Волгоградской области реализованы больше полутора тысяч проектов благоустройства. Еще более двухсот выполняют в этом году. Участие в национальном проекте – это еще одна возможность привлечь средства федерального бюджета, благоустройства и комплексное развитие территории региона. Очередная партия тракторов отправилась в лесничество Волгоградской области. Новая техника поможет лесникам в проведении самых различных работ. Всего за три последние года регионом закуплено уже 182 единицы лесхозоборудования. Тему продолжит Инна Емельянова. Экономный расход топлива, повышенная производительность и простота техобслуживания. Все это о них, о компактных тракторах МТЗ-82. Они универсальны в использовании, эксплуатируются в различных странах мира для выполнения работ в коммунальной, сельскохозяйственной и транспортной сфере. Теперь такие тракторы появились в Алексеевском, Нижнечирском и Старополтавском лесничествах. Техника распределялась по принципу нагруженности тракторной техники в лесничестве. Наименее обеспеченные лесничества у нас получили сегодня технику. Они с большой радостью и энтузиазмом отнеслись к этому вопросу. Я уверен, что и люди у них очень обрадуются. Ежегодно в этих лесничествах молодой лес высаживают на площади более 150 гектаров. Общая площадь территории, которая требует ухода, свыше 800 гектаров. Кроме того, в Нижнечирском и Алексеевском лесничествах действуют питомники, где ежегодно выращивают более 400 тысяч молодых сосен, а также деревьев лиственных пород. При помощи новой техники специалисты подготовят почву под закладку новых участков леса и посадку сеянцев. Будут вести уход за землей. Трактора МТЗ-82 значительно облегчат работу, признаются директора Волгоградских лесничеств. Мы очень нуждались в новой технике, так как площадь лесовосстановления у нас увеличивается. Хороший трактор, у нас он будет использоваться в основном для лесовосстановительных работ. Сейчас у нас формируется питомник для выращивания лесопосадочного материала. Только за последние три года при поддержке федерального центра закуплено 182 единицы лесхозоборудования. Благодаря новой технике лесные хозяйства смогли повысить эффективность работы и обеспечить регион семенами и посадочным материалом. В наличии четыре трактора МТЗ, вот теперь получаем пятый. Это дело в том, что объем у нас большой. И мы очень рады, что нам дополнительно еще дается трактор. То есть для нашего объема как раз он будет большим подспорьем. Ежегодно мы сажаем в пределах 100 гектар. Весной 2023 года будем сажать лесные культуры на площади 90 гектар. Задачу по увеличению площади лесов Волгоградская область решает системно. Так, в планах на этот год высадить свыше шести миллионов новых деревьев в рамках регионального и федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Модернизируется материально-техническая база лесничеств. Совершенствуется работа питомников по производству районированных семян. Инна Емельянова, Роман Седлецкий. Время новостей. А теперь о статистике по заболеваемости коронавирусом. 70 жителей Волгоградской области заразились ковидом за минувшие сутки. 11 госпитализированы. Такие данные сообщает региональный оперативный штаб. Победили инфекцию 114 человек. Летальных случаев, к счастью, не зарегистрировано. В Дубовском районе полицейские задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. В Михайловке водителя, напавшего на сотрудника ГАИ, а в Красноармейском районе 18-летнего волгоградца, который учинил жестокую драку прямо под окнами собственного дома. Сводку происшествий за минувшие сутки озвучит сотрудник пресс-службы регионального главка МВД Яна Маркина. Сотрудники областного управления по контролю за оборотом наркотиков задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств. На дачном участке в Дубовском районе задержанные выращивали наркосодержащие растения. Сотни высушенных и приготовленных к дальнейшей переработке растений были обнаружены оперативниками в дачной бане. Около полукилограмма растительного наркотика было изъято полицейскими в автомашине, на которой передвигались мужчины. Всего у наркоаграриев было изъято 2,5 килограмма марихуаны. Подозреваемые сознались в содеянном и пояснили, что выращивали запрещенные растения в целях личного потребления. Возбуждено уголовное дело, законодательством засадеянное предусмотрено наказание от 3 до 10 лет лишения свободы. В Михайловке задержан водитель, подозреваемый в применении насилия в отношении сотрудника ГАИ. Дорожные полицейские остановили автомобиль, на котором отсутствовали государственные регистрационные знаки. А у 60-летнего водителя не оказалось при себе водительского удостоверения и иных документов на транспортное средство. В ходе проверки выяснилось, что автомобиль не стоит на регистрационном учете. Во время оформления административных материалов водитель повел себя агрессивно. В какой-то момент мужчина завел машину и нажал на газ, намереваясь покинуть место совершения административного правонарушения. Сотрудник госавтоинспекции предпринял меры к его остановке, но нарушитель протащил по земле сотрудника. Травмы, полученные полицейским, не угрожают его жизни и здоровью. Водитель задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В Красноармейском районе оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Накануне в больницу с переломом свода черепа и многочисленными ушибами был доставлен 32-летний местный житель. О травме явно криминального характера медики сообщили в полицию. В результате проведения оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 19-летний, неработающий, ранее судимый волгоградец. Полицейские установили, что в ту ночь потерпевший, находясь на улице, нарушал общественный порядок. Задержанный из окна своей квартиры сделал потерпевшему несколько замечаний, а после чего вышел на улицу и стал наносить последнему удары руками по голове. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит наказание до 8 лет лишения свободы. Больше сотни мальчишек и девчонок с Донбасса стали зрителями Водевиля. Так не бывает в премьерной постановке волгоградского тюза. Артисты подарили детям самые теплые и незабываемые эмоции. Какие впечатления остались у ребят, расскажет Дарья Денисова. Яркую и веселую историю об искрометной любви и бравых гусарах, настоящих защитниках Отечества, рассказали актеры волгоградского тюза детям из Донецкой и Луганской народных республик. Юноармейец Эльдар Ильянков в будущем тоже мечтает защищать родину. У себя дома на Донбассе он стоит в почетном карауле у памятников, помогает военнослужащим и мирным жителям. В Волгограде, в городе, который буквально пропитан военной историей, парня больше всего впечатлил мемориальный комплекс «Родина-мать зовет». Волгоград, во-первых, как нам показывают, очень исторический город. Тут очень много памятников людям, которые воевали, защищали этот город, защищали страну, отстаивали свои интересы. Все нас приняли с добротой, с душой. Нам все нравится. 14-летний Илья Терпила, активист общественной организации «Молодая республика». Юноша очень рад, что удалось побывать в легендарном Сталинграде-Волгограде и уже сейчас предвкушает, как по возвращении домой будет делиться впечатлениями с товарищами и другими волонтерами. Мы помогаем людям, которые попали в сложную ситуацию. С ветеранами им помогаем, мы разговариваем, общаемся, помогаем военным в спецоперации, которые сейчас попали в больницу, привозим им продукты, которые они заказывают. Ребята из Донбасса в Волгограде проведут несколько дней познакомиться с историей нашего города-героя и его достопримечательностями. Мы очень рады, мы очень хотим сказать большое спасибо, потому что нашим детям сейчас, как никогда, нужно это. Они расслабились, они выдохнули. Очень теплый прием. Мы очень благодарны городу, организаторам за предоставленную возможность. Спектакль прошел на ура, эмоций у юных зрителей масса. В театр, честно говоря, вообще не ходил никогда. Думал это достаточно скучно, пришел сюда. Мое мнение просто поменялось за час или полтора, я просто понял, что такое театр. Я никогда не была в Волгограде, но как только я сюда приехала, было такое ощущение, что я нахожусь уже дома. Этот спектакль мне запомнится надолго. Он, наверное, самый веселый из всех спектаклей, которые я видела. Актеры просто замечательные, все роли отыграны с душой. Яркая музыкальная атмосфера не оставила никого равнодушными. Вернуть детство хоть на два с половиной часа у организаторов получилось. В прошлое воскресенье мы показывали этот спектакль тоже группе детей Донбасса. Спектакль они приняли на ура. Они уже в Донбассе, они уже вернулись сюда к себе домой. И один юный армеец, Алексей Герасимов, написал нам письмо. Поддержку жителям Донбасса в нашем регионе оказывают с самого начала специальной военной операции. За несколько месяцев в Волгоградце отправили жителям Луганской и Донецкой народных республик десятки тонн гуманитарной помощи, продуктов, предметов первой необходимости. Дарья Денисова, Глеб Волков. Время новостей. А билетта Марица в Волгоградском музтеатре «Берегите флору» или «Странная пара» в НЭТе и краткий экскурс в историю музыкальной культуры Вены в Волгоградской филармонии. Как интересно провести предстоящие выходные, какие места посетить и на каких мероприятиях побывать, об этом расскажет моя коллега, ведущая афишу МТВ Анна Полякова. Всем привет! В эфире МТВ афиша выходного дня и я, ее ведущая Анна Полякова. В ближайшие несколько минут я расскажу вам, как интересно провести эти выходные, куда сходить, на что посмотреть и чем заняться. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем! В эту субботу Волгоградский музыкальный театр приглашает посетить оперету «Марица». Невероятно трогательная, романтичная и в то же время страстная история любви не оставит вас равнодушными. В «Марице» влюбленным приходится пройти через множество испытаний, от взаимных обид и недопониманий до самых нелепых совпадений. Сюжетная интрига будет держать вас в напряжении до последней минуты, а яркая праздничная музыка, зажигательные танцы и комедийные ситуации подарят вам незабываемые впечатления. В это воскресенье новый экспериментальный театр предлагает вам от души посмеяться и погрустить над историей жизни четырех друзей, которые каждую неделю собираются для того, чтобы поиграть в настольный эрудит. Но в этот раз все пойдет не по плану. Действие происходит в Нью-Йорке, в квартире известной тележурналистки. Откровенные разговоры о мужчинах, курьезные моменты и грустная ирония. В этом спектакле за веселыми шутками кроются серьезные проблемы одиночества и поиска счастья. Вы когда-нибудь задумывались о том, какие созвездия можно разглядеть на небосклоне нашего города? Если вы не нашли ответ на этот вопрос, значит самое время посетить программу волгоградского планетария «Вселенная. От мифов до наших дней». Полнокупольное изображение поможет вам совершить увлекательное путешествие по солнечной системе, не вылетая в космос. Вы побываете на Луне и Марсе, увидите Млечный Путь, а также узнаете о разнообразии звездных систем, из которых состоит Вселенная. В это воскресенье Волгоградская филармония предлагает совершить краткий экскурс в историю музыкальной культуры Вены. Гениальный Моцарт, романтик Шуберт, король вальсов Штраус-младший, создатель скрипичных шедевров и виртуоз Крейслер. Одним словом, венские контрасты. Именно так и называется концертная программа, на которой вы сможете услышать звуковую палитру музыкальной столицы Европы от эпохи классицизма до 20-го столетия. В преддверии Хэллоуина зажигательными танцами и кельтской музыкой в Старой Сарепте отметят Самайн. Это древний языческий праздник, который означал завершение сбора урожая и наступление нового сельскохозяйственного года. Самайн считается языческой предтечей христианского Хэллоуина. В Сарептском подземелье вас ждут микс традиционной кельтской музыки и современных произведений, исполненных на кларнете, а также зажигательные ирландские танцы. В современном мире так много ярких красок, динамики и звуков, что иногда просто не хватает тишины. Насладиться спокойствием и умиротворением вас приглашает Волгоградский музей изобразительных искусств имени Машкова. В экспозицию под названием «Звуки тишины» вошли картины художника Виктора Попкова. Автор умело совмещал условность и реализм, традицию, инновацию, а также не боялся ломать каноны и стереотипы. На выставке представлены работы с конкретной географической привязкой и философские пейзажи обобщения. Любителям спорта предлагаем в субботу посетить матч национальной сборной России по регби. Это будет заключительная игра русских медведей в этом году. Грандиозное событие приурочено к празднованию 130-летия российского регби. Соперником нашей команды станет клуб «Барбарианс», в который входят легионеры из Южной Африки, Грузии, Тонго и других стран. Это будет зрелищное противостояние. Узнать о модных направлениях советского времени, вспомнить о том, как жили, одевались и проводили свободное время жители нашей страны в 20 веке, вы сможете на выставке «12 лет весны» в библиотеке имени Горького. В экспозиции представлены фрагменты советской периодической печати. В частности, статьи из газеты «Сталинградская правда», фотоматериалы, агитационные плакаты и различные афиши. Вам расскажут о значимых событиях и о том, как развивались искусство и культура советского времени. Если эти выходные вы решили провести дома, то заходите на портал mtv.online и пересмотрите наши проекты. Рекомендую посмотреть новый выпуск программы «Кузница чемпионов». Ее ведущий Максим Черпак расскажет о первых волжских спортивных играх «Страна чемпионов». Дзюдо, настольный теннис, бокс и не только. Соревнования собрали сотни любителей спорта из разных уголков России. На этом у меня все. Хороших вам выходных. И помните, в Волгограде происходит много интересного. Чтобы получить новые впечатления, нужно просто выйти из дома. Сразу после выпуска новостей в программе «День района» мы расскажем, как живет Кировский район Волгограда. На этот раз речь пойдет о перспективах развития острова Сарпинский. А уже в 18.10 смотрите российскую комедию «Позвоните Мышкину». Ермак Мышкин – крайне неуверенный в себе человек, который мечтает стать актером. Помочь ему берется восьмилетняя девочка Даша, которая преследует и свои цели. Ей очень хочется выйти из тени своей звездной мамы. Даша предлагает Ермаку отправиться из Петербурга в Москву на кастинг нового мюзикла. При этом путешествие должно выглядеть так, будто Ермак похитил девочку. Проведите вечер в компании Михаила Трухина, Ирины Пеговой, Михаила Пореченкова и Елены Валюшкиной. Не пропустите в 18.10 на МТВ. И, конечно, не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях. Делитесь собственным мнением в комментариях. С подробной лентой новостей можно познакомиться на информационном портале МТВ.онлайн, полная коллекция видео на рутуб.ру. Не пропустите. Главное, подписывайтесь на наш канал. На этом пока все. Итоги дня подведем вместе с вами уже в 20.00. Не переключайтесь. Сегодня ночью и завтра днем в Волгограде. Существенных осадков не предвидится. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5. Днем от 5 до 7 градусов тепла. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»